Продолжение следует... В компании, которая славится тем, что умеет делать не только танки. На самом деле, про нее никому не интересно ничего, кроме танков, и говорить мы будем в некоторой степени про них, ну, по крайней мере, периодически отсылаться к ним. Я работаю в этой компании веб-разработчиком уже чуть больше пяти лет. Последние три года я занимаюсь так называемыми мета-играми для World of Tanks. В какое-то время... Ну, игра старая, игре недавно исполнилось 8 лет, компании вообще 20. Игры проедаются, игры должны как-то развиваться, в них что-то должно появляться новое. И одним из способов решения проблемы надоевших игр, надоевшие игры World of Tanks, собственно, для нас получились веб-технологии, про которые я буду рассказывать. Ну, собственно, веб-технологии, все банально, все уже заезжено, HTML5, JavaScript, у кого-то там сразу на задних рядах так, что-что-что-что, JavaScript. И все, что с этим связано. Я, на самом деле, в противоположность тем, кто пугается, слово JavaScript, питаю какую-то странную, извращенную любовь к этому языку. Ну, наверное, это моя личная проблема, но как есть. Я считаю, что веб-технологии значительно, скорее наоборот, очень недостаточно представлены в современном геймдеве, потому что они предоставляют нам огромнейшее количество возможностей для привлечения, для удержания, для развлечения игроков, даже если сами игры на нем не написаны с помощью этих технологий. Ну, вот, в принципе, как бы, веб и игры. Логично, что любую, все, что угодно, можно поделить на две части. Как человека можно поделить на две части, так и вот это сочетание можно поделить на две части. Это или игры для веба, или веб для игр. Давайте начнем с первого, с игр для веба, немножко окунемся в старые, добрые браузерные игры. Кто из вас никогда не играл в браузерные игры? Логично, действительно. Да ладно! Сейчас проверим. Долгое время самой популярной по количеству установок простой игрой в мире был Сапер для Windows. Самой популярной мобильной игрой была Змейка для Ноки. Кто знает, какая сейчас самая популярная браузерная игра в мире? Динозаврик. И ты хочешь сказать, что никогда не играл в динозаврика, да? Видите? Все любят браузерные игры. Может быть, не все любят, но все играют в браузерные игры, когда больше ничего не остается, интернет отключен, вообще ты в самолете. Можно немножечко окунуться в историю последних браузерных игр. Вот, забыл про этот слайдик модный. Интересно, да? Две самые взорвавшие рынок браузерные игры последних лет. Слева легендарная игра 2048, за которую компания Wargaming заплатила мне, за то, что я играл в эту игру на работе, наверное, долларов 200 за полгода. Потому что очень много времени на нее было потрачено. Справа игра agar.io, которая породила, можно сказать, целый рынок так называемых ИО-игр, которые тебе не нужно качать, не нужно думать о том, что где-то сохранить, где-то перенести аккаунт с одного места на другое. Ты просто заходишь на сайт, играешь в обед, убиваешь время, уходишь. Кстати, казалось бы, игра абсолютно тупая, заработала прилично денег, на самом деле, с учетом того, что разрабатывали, по-моему, два с половиной человека. Но, кажется, что и вот ты пытаешься нам сейчас толкать, что мы должны бросить все, бросить покерные системы. И начать делать вот такую вот херню. Нет. На самом деле технологии веба за это время ушли далеко вперед. И, пожалуй, самым для меня таким триггером того, что, может, все-таки стоит в это вкладываться, может, все-таки стоит подумать, было то, что сейчас, например, можно зайти с этого же ноутбука и поиграть в Quake 3 на сайте. А полноценный, честный, ничем не отличающийся от реального Quake 3, с возможностью играть по сети, через интернет, с весьма замечательным FPS, с отличной отдачей от мышки, от клавиатуры, то есть никаких проблем. При этом, насколько я знаю, на перенос игры на веб потратили весьма небольшое количество времени, это порядка недели одного разработчика, которому было в прикол. Но, пожалуй, самый крутой, самый впечатливший меня с технологической точки зрения браузерной игрой последнего времени стала, как-то правильно сказать, ну, наверное, все-таки игра от форума, от сайта Reddit, выпущенная на 1 апреля прошлого года. Это, так, это видео, оно на самом деле должно играться. Давайте попробуем, да. Но оно не играется. Это дурацкие технологии. В вебе все было бы хорошо. Короче, будем рассказывать. Оно, конечно, очень впечатляюще выглядело, но на словах тоже весьма круто. Значит, страница, на которой есть текстура тысяча на тысячу пикселей, всего миллион пикселей, на которую может зайти пользователь и раз в пять минут у одного пикселя поменять цвет этого пикселя на один из восьми вариантов. Черный, белый, красный, синий – самые банальные варианты. При этом это многопользовательская система, в которой все это происходит в режиме реального времени. Теперь представьте, что на этой странице одновременно сидит 15 тысяч человек. Они видят 15 тысяч изменений от 15 тысяч человек. Они кооперируются между собой. Ну, Reddit – это, по сути, большой форум с большими платформами, со своими социальными группами. И они начинают творить современное искусство в самом плохом смысле этого слова. Я даже не буду спрашивать вас, знаете ли вы, что первое нарисовали на этой картинке. Правильно, да. В течение, по-моему, порядка семи суток в общей сложности 90 тысяч пользователей рисовали на нем Монолизу, рисовали на нем то, о чем я говорил с самого первого раза. Появилась, вот тут видно в самом начале, появилась кооперация людей синего угла, которых была цель просто зарастить синим всю картинку. Они дошли вот примерно вот досюда, вот так вот. Ну, подумайте, на это потребовалось взаимодействие около двух тысяч человек, потому что остальные пытались это зарисовывать. То есть, несмотря на то, что это абсолютно просто и банально с точки зрения итогового геймплея для одного отдельного человека, это самая многопользовательская в один момент времени игра в мире. Даже линейка такого не могла. Даже она не могла обеспечить тысячу человек на одной точечной локации, вот прямо, чтобы всех их было видно и всех их действиях было видно. Всегда это каким-то образом снижалось и оптимизировалось. Тут это работало. С технологической точки зрения безумно круто, на самом деле. Но, как бы, мы же тут не просто развлекаться пришли. Людям же все-таки кушать хочется, правильно? Где-то тут должен быть вопрос денег. Если бы это были безумно прибыльные вещи, наверное, люди больше уделяли внимания разработке браузерных игр. И, как бы, в текущей ситуации, казалось бы, вот в 2017 году компания NewZoo, которая делает обзоры рынков, посчитала, что браузерные игры – это порядка всего лишь 4% от рынка. То есть, там, жалкие 4 миллиарда долларов. Подумай, что такое 4 миллиарда долларов. Кому вообще интересны такие мелочи? Тут только не учтено то, что пока что люди привыкли ассоциировать браузерные игры очень сильно с десктопными устройствами. Сейчас веб-технологии – это самая кросс-платформенная технология в мире. Она работает на десктопах, на Windows, на MacOS, на Linux, на Android, на iOS. Есть несколько холодильников со встроенным планшетом, на которых можно запускать браузерные игры. Их поддерживают практически все консоли. И, как бы, единственным, на самом деле, элементом вот этого пазла, в котором пока что все плохо, является Nintendo Switch, в котором есть встроенный браузер, но они его настолько глубоко заныкали, и не дают в общее пользование, что вот это, пожалуй, единственная платформа, на которой сейчас нельзя пользоваться браузерными играми. При этом есть, пожалуй, повальное большинство технологий, которые поддерживаются веб-технологии, которые нужны для разработчиков игр, которые, в принципе, уже достаточно сильно поддерживаются везде. То есть это весьма и весьма производительная 3D-графика. Ну, конечно, Quake 3 Arena — это, пожалуй, не самый актуальный пример, но тем не менее. Как бы многим инди-играм хватает даже такого уровня графики для того, чтобы рассказать свою охрененную историю, чтобы дать людям удовольствие и заработать на этом денег. Это поддержка геймпадов, то есть, в принципе, на браузерных технологиях можно делать авиасимуляторы, автосимуляторы, не говоря уже про файтинги. Хотите — делайте, пожалуйста. Это возможность получать геопозицию человека, который нагло пользуется всякие дурацкие рекламные сайты, а мы могли бы играть в Pokemon Go прямо через интернет. Это было бы круто, я считаю. И всякие там акселерометры, тысячи их. То есть берите, делайте. Но как-то пока что не очень. Над этим очень основательно сейчас работают всякие, не операторы, а создатели соцсетей. Facebook вкладывается в Instant Games, когда ты можешь из чатика открыть какую-нибудь дурацкую трехминутную игру, потратить там 10 минут вперед. Буквально с одной кнопки тебе нужно зайти в мультиплеерную игру, поиграть с человеком, с которым сейчас играешь, или там с группой людей. В ВКонтакте примерно аналогичная система есть. То есть японцы достаточно активно вкладывают в это деньги. То есть как бы возможно, стоит реально задуматься, Марк Цукерберг фигни не скажет. Он, наверное, просто так миллионами долларов на такие вещи не раскидывается. У Wargaming был и есть свой опыт полноценных браузерных игр. Началось это, если не ошибаюсь, с 2016 года. Мы выпустили игру World of Tanks Generals. Это, ну, видно, отвратительно. Даже если свет выключить, на самом деле, поможет не очень. Но, как бы, если вкратце, это игровое поле, коллекционная карточная игра. В принципе, как в любой коллекционной карточной игре. Собираешь колоду карт, выкладываешь ее против противника, с противником по каким-то определенным правилам воюете. Лично мне, как игроку, очень нравилось. Я потратил, в принципе, на нее тоже достаточно серьезное количество денег. Но, ну, и сделана она была на самых классических веб-технологиях. Был даже для iOS клиент, который, по сути, просто был оболочкой над веб-браузером. С технологической точки зрения очень крутая игра, потому что, вы знаете, как в Quake 3, в Counter-Strike есть консоль разработчиков, в которой можно какие-то минимальные параметры игры менять. Тут было примерно то же самое. Ну, само собой, так как это уже серверная игра, ты не мог поставить себе там бесконечную гравитацию или какие-нибудь аналоги этой вещи здесь. Но тут была, например, офигенная возможность установки плагинов и модов для игры. То есть прямо сами разработчики, в принципе, мои близкие коллеги, которых я очень уважаю, разработали систему для того, чтобы в два клика ты мог, ну, не знаю, условно говоря, за вечер ты мог загрузить плагины, потом в два клика любой другой человек мог его поставить. Это браузерная игра. Это, как бы, на мой взгляд, круто. Но стоит признать, что, как бы, только технологии не помогают делать игры крутыми и интересными, не взлетело, закрыли, закопали, забыли. Жалко, мне нравилось. А с технологической точки зрения, пример, который был у Wargaming, в прошлом году делали прототип. Прототип, к сожалению, никуда не дошел. Но это был прототип трехмерной браузерной игры про танки, конечно, про танки. Вот это скриншот, ну, как бы, техдемка. Я не смог найти красивого видео, чтобы это показать, но честное 3D, 60 фпс, эффекты дыма, огня, взрывов. Не очень реалистичная, но прикольная вода. Ну, на самом деле, было круто. Опять же, к сожалению, по бизнес-соображениям это никуда не пошло, потому что решили, что зачем, мы же можем сделать еще несколько танков и еще поджимать у школьников завтраков. Но вот с точки зрения идеи, это было круто. Это была игра про то, чтобы играть в танки, чтобы потом играть в настоящее, в большие танки. На мой взгляд, это было прикольно. То есть, ну, как бы, вот, подвести черту под этой частью, на самом деле, на мой взгляд, стоит думать о том, чтобы вкладывать деньги, вкладывать время, вкладывать силы в исследование и развитие этого направления. Потому что возможность для пользователя в один клик сильно не парясь о том, что у него нету на диске D свободного места, потому что все занято, неважно чем, как бы просто поиграть, просто не думать о технологических ограничениях, не думать о совместимости, не думать о том, что у тебя Linux, под Linux никто сейчас не делает игры самостоятельно. Настоятельно просто взять и поиграть в современную крутую игру. На мой взгляд, для пользователей это важно, и они готовы за это платить. Тем более, что технологии позволяют. Теперь перейдем к второй части, к тому, в чем я, на самом деле, чуть больше разбирались, чем в этом, к вебы для игр. Веб для игр — это, на первый взгляд, банально. То есть, да, людям нужны форумы, да, людям нужен портал с большой красной кнопкой скачать. Это скучно, про это мы говорить не будем. Ну, то есть, как бы у любой уважающей себя игры есть YouTube, на котором она выкладывает классные рекламные ролики. Это, ну, не для этого мы сегодня собрались, это в отделе, на секции маркетинга, пожалуй, про это лучше расскажут. Мы, наверное, все-таки, тут я, наверное, все-таки поделюсь тем, как мы, как Wargaming пользуется вебом и веб-технологиями для танков и для своей игры. Для этого такой маленький экскурс для тех, кто никогда, что вряд ли, или слишком давно играл в танки. Ну, такое маленькое введение — кланы. Кланы — это какая-то кооперация игроков, которых обычно там до 100 человек. Ну, бывает там по 2-3, бывает по 10, ну, вот максимум у нас ограничено 100 человек, которые объединены какой-то целью, знакомством, друзья любят играть вместе, или клан людей, которые там ненавидят котиков, ну, все что угодно. То есть то, с чего я начинал. В кланы у нас обычно приходят уже опытные наигравшиеся игроки, которым стало скучно, которые хотят какого-то развлечения, они хотят социализации. И, собственно, команда, в которой я работаю, занимается как раз тем, чтобы людям это дополнительное развлечение помимо просто пострелушек дать. То есть убивать противников прикольно, но первые 20 тысяч раз, потом такое себе. Потом хочется что-нибудь повеселее делать. И первым проектом, который мы сделали для клановых игроков, была глобальная карта. Это, собственно, браузерная игра, которая представляет из себя некоторое подобие Google Maps, разделенная на небольшие… ну, территория Земли поделена на небольшие секции, за которые, собственно, кланы ведут войну. Эти секции приносят кланам ресурсы, какие-то другие очки, приносят кланам замечательное количество подхерда, когда кто-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отжимает. И, на самом деле, приносили очень веселое развлечение разработчикам, когда, например, нужно было немножечко подвинуть границы Финского залива, потому что из-за бага в него не попадала Нива. Я хотел сделать скриншот Томска на этой карте, но, к сожалению, вот прямо сейчас в той части России, в которой находится Томск, игра… ну, карта не работает. Сейчас за Западную Европу бьются игроки, поэтому не получилось. На самом деле, тоже прикольная идея. То есть мы играем в Google Maps, чтобы играть в танки. Секундочку. И игрокам понравилось. Игрокам понравилось именно то, что им дали какой-то новый слой над игрой. Рано или поздно многие… Ну, не то чтобы даже крупные, но многие игры, которые работают не по принципу «вышло, отладили, получили денег, забыли», а которые развиваются хотя бы на протяжении нескольких лет, любая игра приходит к тому, что каким-то образом нужно игроков развлекать. И это далеко не единственный способ, по крайней мере, для компании Wargaming, для игры World of Tanks был. Потом мы задумались о том, что надо, наверное, что-то еще для игроков прямо в игре сделать. То есть смысл этой игры в том, что она запускалась отдельно в браузере. То есть вот у тебя браузер, вот у тебя игровой клиент одновременно находится. И человек альтабом периодически переключался. Это на самом деле не очень хорошо для любой игры. Никакая игровая компания не хочет, чтобы человек вышел из потока, чтобы он потерял вот этот ритм, когда «да, надо еще разок сыграть», как в казино. Человека нельзя из казино выпускать, покурить, потому что он подумает, что же я делаю. Поэтому была задача добавлять такого плана развлечения в саму игру. Были даже не попытки, было достаточно много ресурсов отданы на то, чтобы сделать это на технологиях, на которых, собственно, написана игра. Это Python как, ну не бэкэнд игры, а, скажем так, движок игры и Scaleform в качестве UI-фреймворка. Но мы пришли к ситуации, когда у нас, казалось бы, 300 клиентских разработчиков. То есть это много. Это, в принципе, многие AAA-игры делаются с меньшим количеством программистов. И при этом делать новый функционал, который был нам нужен, некому, потому что все капец заняты, все расписаны на полтора года вперед. Не говоря уже про дизайнеров, но там дизайнеры у нас до сих пор расписаны, черт знает насколько. Потому что, ну, например, там разработка одного танка занимает, по-моему, что-то типа тысячи человек и часов в общей сложности сейчас. И, как бы, несмотря на то, что первые несколько прототипов той идеи, которая у нас была, мы делали именно на клиентских, на игровых технологиях, пришли к выводу, что это нерационально, дорого, и мы просто никогда это не доделаем. Поэтому собрались умные люди, посидели, подумали, решили, что, а, вот у нас же отдел, который сделал как раз портал, форум и еще несколько веб-проектов, сидят и, как бы, ничего не делают, сидят отдыхают. Давайте их запряжем. И в течение достаточно короткого времени мы интегрировали в игровой движок клиента World of Tanks полноценный браузер. Это, ну, как бы, подсистема, основанная на движке Chromium, позволяющая, собственно, как иметь прямое подключение к интернету и, по сути, показывать абсолютно все, абсолютно любую веб-страницу внутри игры. Ну, само собой, у нас там есть всякие ограничения по безопасности, чтобы даже никакой модик, лезущий глубоко в логику, не смог не показать игроку ничего некультурного. То есть, там, этот браузер и благодаря нашим ограничениям показывает только те сайты, которые мы ему разрешаем показывать. Но при этом это возможность взаимодействовать с сетью, это возможность взаимодействовать с самим игровым клиентом, синхронизировать между клиентом и браузером данные, при этом довольно эффективно. И это возможность, самое главное, отделить разработку основной игры от дополнительного контента. Про это я чуть-чуть попозже расскажу. И мы разработали на этой системе, ну, тоже мета-игру, как это правильно сказать, укрепрайона. Если подумать, если посмотреть, чем она является, это на самом деле веселая ферма. Веселая ферма в танках, в которой руководители клана строят домики, в этих домиках производят ресурсы. Раньше, как в классической веселой ферме, можно было еще напасть на ферму чужого, другого игрока ее разграбить. Сейчас мы немножко от этого избавились. Ну, такое, как бы, небольшое фоновое развлечение для игроков, которое тоже создает бои в обычных танках. То есть, по сути, это веселая ферма для того, чтобы играть в танки. Но суть в том, что мы смогли настолько отделить этот сервис, что нас практически не беспокоит то, что там происходит в мире больших танков. У нас абсолютно свой интерфейс, у нас абсолютно своя бэкэндовая логика. У нас, по сути, своя отдельная серверная стойка, которая крутится в дата-центре, которая все это обсчитывает. И самым ценным было то, что мы смогли совершенно отдельно от них релизиться. Про то, что я и говорил. Дело в том, что для того, чтобы зарелизить танки, нужно пройти тесты на нескольких десятках самых популярных комплектаций компьютеров. Это достаточно строгое ограничение. Тесты локализации, тесты того, что у китайских партнеров все тоже будет хорошо. Там в Китае очень интересная культурная ситуация. Там в играх нельзя использовать, например, флаги современных государств, флаги исторических государств. Там даже вместо китайского флага какая-то очень условная вещь изображена. Там много разных ограничений. И это приводит к тому, что релизный цикл всей полноценной игры, он очень большой и тяжелый. У нас хватает сил реально где-то там на 5-8 релизов в год. Просто потому что еще до релиза, условно говоря, версии X, мы уже начинаем планировать, обрабатывать и готовить релиз X плюс 1. Это не просто как бы разработка, это именно релизные активности. Если сравнить это, например, с тем, как работает система GitHub, я на самом деле технологически ими очень впечатлен. Они делают безумно крутую вещь. Они не релизят сразу новый функционал на всех. У них есть система, которая разделяет старую и новую версию приложения для разных пользователей. При этом есть другая система, которая мониторит Twitter, ищет в нем упоминания GitHub и в случае, если что-то идет не так, автоматически откатывает изменения. В итоге получается, что практически там каждые 5-10 коммитов, по которым проходят автотесты в GTE, автоматически деплоятся. Это, на мой взгляд, безумно круто. И они просто делают это нон-стоп. Конечно, у GitHub большая крутая команда. У нас тоже крутая команда, но она небольшая. Но мы командой в 5 разработчиков и 3 QA смогли фактически вот эту систему укрепрайонов деплоить практически каждую неделю. То есть человек не ждет месяца нового функционала, он не ждет 3 недели исправления багов. Мы баги исправляем в течение 2-3 часов. И, в принципе, пользователи этого практически не чувствуют. Самое главное, что этого не чувствуют пользователи, которым нафиг это не уперлось. То есть когда затрагивается какой-то функционал в танках, появляется критичный баг, каждому пользователю при следующем запуске придется скачать обновление. Здесь, пока ты не нажал на кнопку укрепрайоны, тебя вообще не волнует, что там происходит. Это реально отдельная подсистема, и это очень круто. Давайте задумаюсь немножечко. А сейчас мы даже пошли дальше. Дело в том, что исторически, пожалуй, самым популярным фреймворком для полноценных игр является Scaleform, это система от компании Autodesk, которая по сути является флэшом. То есть это язык ActionScript, это весьма старая историческая уже технология, которую Scaleform перестал развивать в 2017 году. Они пошли все-таки по стопам современных тенденций. То есть еще Стив Джобс писал про то, что флэш не пустят в айфоны. Флэш так и не пустили в айфоны, хотя на самом деле, ну да, у него были проблемы с безопасностью, но на мой взгляд не такие, чтобы настолько сильно это ограничивать. По сути, Стив Джобс был одним из первым, вбившим гвоздь в крышку гроба, и вот сейчас, ну, в крышку гроба технологии флэш, и, пожалуй, компания Autodesk сейчас начала потихонечку засыпать могилу уже. При этом все еще самые крупные игры, произведенные за последнее время, написаны с помощью, ну, интерфейс этих игр написан с помощью имена этой технологии. То есть это и GTA V, и, насколько я все еще знаю, Red Dead Redemption тоже написан на ней, и World of Tanks как бы и с самого начала исторически писался на ней. Собственно, это было одной из причин ввода нашего интегрированного в игру браузера, потому что не очень многие люди добровольно хотят начать свою карьеру с изучения флэш сейчас. То есть раньше это было круто, в эпоху становления веба, в эпоху огромнейшего количества флэш-игр, это было, наверное, самым простым способом вхождения вообще в гейм-индустрию. Сейчас, как бы, ну, это такое себе. И поэтому нам реально просто перестало хватать людей. С другой стороны, веб-разработчиков, ну, не то чтобы пруд-прудий, но, как бы, к сожалению, многих, я думаю, в этом зале язык JavaScript является самым популярным и востребованным на данный момент. Просто хотим мы этого или нет, но рано или поздно в какой-то момент всем приходится, практически всем приходится на нем писать. И к тому же люди, которые все-таки полноценно связали с этим кошмаром, с этим возвращением в свою жизнь, это люди, которые изначально настроены на проектирование и разработку пользовательских интерфейсов. То есть, насколько я знаю, насколько я общался с людьми, с другими игровыми разработчиками своей компании, интерфейсы для них это не самое интересное. То есть, человеку хочется писать сюжет, человеку хочется, ну, в смысле, даже программировать сюжет, человеку хочется писать, реализовывать 3D-графику, реализовывать эффекты. Все-таки для большого количества разработчиков игр интерфейс это такое второстепенно, потом, а это в первую очередь то, с чем, как бы, знакомиться, с чем работает и взаимодействует игрок, и это реально важно. И вот именно веб-разработчики, фронт-энд-разработчики, это люди, которым это в кайф. То есть, ты такой нашел человека, который делает за тебя грязную работу, еще и получает за это удовольствие. И сейчас начали появляться технологии, не очень пока что быстро, они еще в стадии активного развития, которые позволяют для полноценных больших игр писать интерфейсы с помощью веб-технологий. То есть, это не вот то, как мы делали встроенный браузер, своя отдельная система, по сути, задеплоенный где-то в интернете сайт, который работает в качестве интерфейса. Нет, это код, который компилируется внутри самого приложения, которое вы качаете, ну, которое игрок скачивает. Просто, как бы, вместо огромнейшего количества XML и флэша, это огромнейшее количество HTML и JavaScript. По сути, разница-то небольшая. Ну, поэтому минутка бесплатной рекламы, по крайней мере, зайти, почитать. Компания Coherent выпустила систему Coherent Hummingbird. Это, по сути, переписанная ими самими технология рендеринга HTML и CSS. Они сделали очень прикольно. Они отрезали три четверти от всего, как бы, современного стандарта HTML, оставили самые эффективные, самые производительные части. И, ну, по крайней мере, мы сейчас в нашем отделе достаточно много времени этой технологии уделяем, копаем, исследуем на предмет того, чтобы начать ее использовать в своих продуктах, потому что выглядит перспективно, выглядит интересно, полезно и, возможно, как бы, позволит нам приличное количество денег сэкономить. Поэтому предлагаю, на самом деле, вам уделить ей внимание. Ну, и к тому же, у этой библиотеки есть преимущество. Она уже изначально готова к интеграциям с самыми популярными движками, которые я сейчас использую, то есть Unity, Unreal Engine. У нее есть очень крутая интеграция, крутой экспорт из продукта Adobe Nevate, которым почему-то очень любят пользоваться дизайнеры. Наверное, может, тоже стоит попробовать, но я как-то к тому, где нельзя ручками нормальный код писать, я отношусь к подозрению. Ну, и, как бы, одно из главных преимуществ веб-технологии в целом – это то, что все уже написано. Вообще, в принципе, у меня есть точка зрения, что все, что может быть написано на JavaScript, рано или поздно будет написано на JavaScript, но любые системы именно работы с интерфейсами, всякие модельные окна, вкладки, табы, переключалки, анимации – все это уже есть, и велосипеды придется изобретать в проектировании интерфейсов значительно меньше. И одной из серьезных достоинств, например, этой системы, которую мы для себя рассматриваем как компания, заключается в том, что этот интерфейс можно будет отлаживать с помощью стандартных Chrome DevTools. Это браузерная утилита, встроенная в браузер Chrome, которая позволяет замечательно дебажить, анализировать, оптимизировать изначально веб-сайты, но теперь есть и такая система для разработки игровых интерфейсов. А, например, в компании Wargaming до сих пор такого нету. Мы до сих пор пишем свои костыли. Это сложно, это дорого, это проблемно, поэтому мы смотрим, что, блин, прикольно. А тут все готово уже. Может, короче, нам нравится посмотреть, возможно, вам тоже понравится. Штука не бесплатная, но, если честно, условия лицензирования я не знаю. В мою компетенцию этот вопрос все-таки не входил. Так вот, если подвести черту под всем тем, что я рассказывал, выглядит это как, типа, бросайте все, пишите на JavaScript. Ну, я не предлагаю таких радикальных мер, но подумайте. Подумайте о том, с помощью чего писать следующие сервисы для своей игры, если вы ее уже разрабатываете. Подумайте о том, какую технологию покопать, если вам стало скучно на досуге. Подумайте о том, какие преимущества это может вам принести, сколько ресурсов вы потратите на разные варианты. И подумайте, в конце концов, о том, что действительно все, что может быть написано на JavaScript, рано или поздно будет написано на JavaScript. В общем, это как бы основное, что я вам хотел рассказать. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, можно и сейчас, можно и потом меня искать. Спасибо. У кого есть вопросы, у вас есть уникальная возможность прямо сейчас задать вопрос. Я лично подойду с микрофоном, и вы сможете его задать. Отлично. У нас есть первый вопрос. Я вам иду. Добрый день. Спасибо большое за интересный доклад. По первой части небольшой вопросик. То есть не по тем игрушкам, которые у вас уже, как бы, получается, встроились, а вот те, которые были отдельно написаны. Вы сказали, что как бы они оказались как провальными, но в то же время сказали, что, ну, то есть вот, они провалились, но вы сказали, что все равно это хорошее дело заниматься такими игрушками. Вот первая странность. И второе, как вы считаете, ну, я понимаю, что вы не продажник, почему, несмотря на то, что у вас достаточно большое количество, как бы, тех, кто играет в танки, которые танки, вы не смогли их перекинуть на вот игрушки, о которых вы рассказывали в первую часть. Спасибо. Ну, в первую очередь, как бы, по поводу... Ну, ответ на первый вопрос. Даже если игра офигенно крутая технологически, если мы знаем, что программисты вылезали код просто вот до смерти, и с этой точки зрения с ней все хорошо, то есть как-то даже офигенно покрашенная Lada Sedan, это Lada Sedan, то есть игра получилась провальной с точки зрения геймплея, к сожалению. Ну, она просто не понравилась игрокам, так, как она играется. Бывает. С точки зрения продажников, ну, вот, наверное, в этом-то и дело, что если бы игра понравилась людям, как игра, у людей не было бы проблем туда перейти. Туда пришло достаточно большое количество людей. Я помню статистику, что-то типа, там, каждый третий игрок World of Tanks, это много, в вот эту вот игру World of Tanks Generals, карточную, поиграл, попробовал, ну, что-то пошло не так. Еще одной серьезной проблемой было то, что за год до этого вышел этот, кего? Хардстоун. То есть нельзя выпускать карточную игру после Хардстоуна, если ты не, если ты не поляк. То есть все, я, ну, есть такие игры, то есть возможно кто-то еще в старую добрую МТГ играет, но реально есть Хардстоун, есть Гвинт, все, как бы, если бы мы знали об этом раньше, мы бы просто не тратили на это деньги. Спасибо. Еще вопросы будут? Отлично. Вопрос номер два. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Нет, три вопроса. Они все, ну, почти все касаются боли. Расскажите, пожалуйста, как, насколько долго вы решаете проблему с кросс-браузерностью в играх? Это первый вопрос. Второй, немножко хайповый, это думаете, как вы думаете, сколько, на хайпе сейчас прогрессив, прогрессив, Windows Application, как вы думаете, коснется ли это технология игр, собственно, которая запускается в браузере, и как себя чувствуют ваши автоматизаторы? Так, по порядку, я уже первого забыл, если честно. Я буду... Кросс-браузер. Кросс-браузер. С кросс-браузерностью у нас, ну, на самом деле, в некоторых отделах по-разному, то есть, по крайней мере, форум и главный портал, они по этому поводу немножко страдают, но мы ограничились, если не ошибаюсь, все-таки интернет-эксплорер 10 на данный момент, вот как самой нижней планкой, в тех проектах, которые представлял я, есть, как бы, два плюса. Глобальная карта, она достаточно тяжелая с точки зрения логики и рендеринга, поэтому мы просто задали ей планку как-то веб-технологиях сейчас Evergreen браузера. То есть, это начиная с Edge последних четырех версий и, условно говоря, последний год Хрома, Firefox, Opera, там, в принципе, уже достаточно близкие везде технологии, поэтому с этим проблем нет. С игрой, которая встроена, ну, вообще с подсистемой, которая встроена в клиент, я, кстати, забыл сказать, что это далеко не единственная игра, которая, ну, не единственная система, которая написана с помощью этого интегрированного браузера. Это было бы не очень рационально, тратить, там, по-моему, около 400 мегабайт пользовательского пространства для одной такой штуки. У нас сейчас как бы все, что отделено от core игры, стараются писать с помощью именно встроенного браузера. Это внутриигровой магазин, это всяческие рейтинги, там, постоянные рейтинги и рейтинги, которые привязаны к каким-то игровым ивентам. То есть все это, по сути, является отдельными независимыми сайты. Так вот, с этой точки зрения очень забавная история. С одной стороны, мы твердо знаем и уверены, какой конкретно браузер стоит у игрока в игре, ну, встроенный в игру. То есть с точностью до версии, с точностью до тех флагов хрома, который используется. С другой стороны, исторически сложилось, что World of Tanks это одна из последних современных игр, которые поддерживают Windows XP. На самом деле, наши инженеры очень гордятся тем, что игра работает на Windows XP с 3-мя гигабайтами оперативки. В принципе, аналогов такого уровня картинки и такого уровня поддержки сейчас не очень много. И поэтому у нас достаточно старый движок хрома у нас стоит. Google перестал поддерживать Windows XP на версии Chrome 49. Недавно вышла версия, если не ошибаюсь, Chrome 42. То есть это такое, мы немножко чувствуем себя замороженными, как Хан Соло в карбоните. Застыли и стоим на технологиях трехлетней давности. А третий вопрос. Нет, подожди, это только первый еще. Давай, второй. ПВА. ПВА. ПВА это главное, ну, давайте для тех, кто, наверное, не в курсе. Прогрессив веб-апс это, по сути, возможность устанавливать на мобильное устройство сайт как отдельное приложение с возможностью использовать пуш-уведомления, с возможностью синхронизации каких-то данных, даже в то время, когда пользователь не непосредственно не находится внутри этого приложения, то есть фоновая работа и прочее подобное. На самом деле я считаю, что ПВА это очень круто. И именно они могут дать здоровский толчок пользователям для игр, точнее, здоровский толчок развитию браузерных браузерных игр. И одна из важных вещей, которую нужно дождаться для этого, это простая возможность размещения ПВА в плей-маркете и в App Store. Потому что сейчас там есть какие-то хитрые способы, там можно обернуть игру в оболочку какую-то, но чтобы полноценно сделать это популярной технологией, у человека должна быть возможность и зайти в игру как на отдельный сайт и установить ее с иконкой на рабочем столе, скачав сразу все и получив возможность более-менее нативного мимикрии под нативное приложение. Вот этого сейчас как играм, так и простым ПВА, простым приложениям не хватает. Автоматизаторы. Более автоматизаторов. Ну, неплачущего автоматизатора я видел давно очень. Вот они когда приходят, только устроившись на работу, такие, да, Wargaming, да, танки, я буду делать игру, круто. Проходит месяц, и тут они понимают, что у нас десятки сервисов, которые между собой синхронизируются по очень странно извращенным правилам, ну, то есть все-таки это в целом World of Tanks это очень серьезно нагруженная система. Я не смогу детально это рассказать, но проблемы там есть. Последние сервисы, то есть, например, глобальная карта, про которую я рассказывал, автоматизируется только на уровне API до сих пор, потому что у нас не хватает конкретно в нашей команде автоматизаторов для того, чтобы покрыть автотестами интерфейса тоже. У меня есть, конечно, голубая мечта все-таки добиться тестирования UI, именно вот не с точки зрения юнит-тестов, логики и методов, а с точки зрения, как оно в итоге должно все-таки выглядеть. И пока что это остается такой мечтой, до которой я боюсь, что я все-таки в этой компании не доживу. То есть не хватает ресурсов, да, у вас? У нас было какое-то время ощущение, что в Беларуси закончились бетон-разработчики. То есть в компании Wargaming в Минском офисе работает 2500 человек, из них в общей сложности разработчиков сейчас человек 500, и у нас реально проблемный хантинг, потому что людей выгребли, то есть у нас есть несколько крупных компаний, которые просто, ну в том числе Wargaming, которые очень значительное количество вакансий под себя подминают, и каждого нового человека найти, это достаточно серьезная проблема. Поэтому людей не хватает, людей не хватает везде в IT, возможно, это как бы главная причина, по которой в принципе в СНГ IT-шники так хорошо живут, это потому что пока что спрос значительно, просто катастрофически превышает предложение. Поэтому собственно мы находимся в таких классных универах, которые в отличие от гуманитальных университетов все-таки тратят деньги.